Мы находимся на стенде компании Razer, где играет диджей, все ходят с большими сумками, тупо вся выставка стоит с сумками Razer ходит. Зачем нам сумки? Нам нужны наушники. Это Razer Tiamat 7.1 версия 2. Самая главная особенность, которую я ощутил, как только надел их на голову, я сразу слышу диджеев в два раза тише, реально. Это правда, и они реально удобные, действительно. Я вообще не чувствую, чтобы ухо касалось динамика, то есть очень мягкие чаши. Вот здесь вот ничего не давит, они сами настраивают размер, очень круто смотрится, очень удобно, действительно удобно. И вот я реально кайфанул, я реально кайфанул, это вам не кракены, друзья мои, это Tiamat, они реально офигенные. А еще офигенно, конечно, то, что здесь оставили кучу динамиков внутри, их видно, тут, конечно, залапано немного, но видно. И когда вы их подключаете в USB, они начинают светиться таким мягким зеленым цветом, это очень круто смотрится, действительно кайфово. Вы можете поворачивать чашу вот так, можете вот так, как бы без проблем носится, все это на шее. И они реально, вот, ну, просто самое классное впечатление, они удобные и хорошо от внешних шумов защищают ваши уши. С ними идет вот такой пульт в комплекте, колеса и громкости, которые вы нажимаете, и, скорее всего, наушники уходят в муд, то есть, звук выключается. Я не могу точно сказать, потому что они не подключены и мне не дают их подключить. Кнопка 7.1, это не знаю что, честно, не могу сказать. Кнопка выключения микрофона. Дальше, переключатель каналов. Задний, саб, громкость микрофона, основная громкость, передний канал, центральный канал. И вот вы, например, регулируете громкость, выбирая вот эти все параметры. Здесь вот такая вот резиночка, чтобы сильно это не скользило по столу, но оно на самом деле, пульт легкий, и он будет скользить, мне кажется. Дальше, сюда вы можете подключить свою аудиосистему, да, и я понял, зачем эта кнопка. Нажимаете сюда, играет аудиосистема, нажимаете сюда, еще раз играет ваше наушники. То есть, в принципе, не ново, но довольно удобно. Провод толстый, но в мягкой оплёточке хороший, очень классная оплётка. Довольно послушный, по крайней мере, сейчас. Мне кажется, вы можете придать ему нужную вам форму, и он будет лежать так, как ему захочется. Ну, а это Razer Tiamat 2.2 версии 2. Я знаю, звучит, конечно, смешно, но это так. То есть, это не USB наушники без 7.1, они подключаются просто через миниджек. Разветвитель есть в комплекте, конечно же. То есть, если вам не нужен 7.1, но вы действительно хотите купить себе такие наушники, вот вам не такая дорогая, не такая навороченная версия, без подсветки. И, тем не менее, удобство, самое главное, осталось реально таким же. Это очень круто. И, ну, действительно, просто берёшь, надеваешь наушники, и вся эта музыка становится в два раза тише. Это очень, ну, блин, очень круто. Одни из самых удобных наушников, мне кажется, на сегодняшний день. Это правда. Здесь сделали лучший микрофон, как мне сказали. Вот, пожалуйста, можете его вот так вот гнуть, как хотите. Можете, если надо, убрать. На проводе есть кнопка включения и выключения микрофона, регулятор громкости. Ну, и, в принципе, это всё, о чём ещё от этих наушников надо. Провод тоненький, мягенький, очень послушный, очень лёгкий. И это классно. В принципе, наушники мне нравятся. Эта версия реальный апгрейд, реальный. И они лучше, действительно лучше, чем был первый вариант. Первый вариант был экспериментом. Здесь уже допилили, так сказать. И, пацаны, можно брать, реально. Лучше кракенов, по-любому. Серьёзно. Подписывайтесь на канал, сейчас я вам про мышку новую расскажу. Сегодня только релиз был, а уже она здесь, на стенде, просто жара. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова